Привет, друзья! У нас сегодня замечательный день и важная новость, одна из самых важных новостей для рынка недвижимости США в этом году. Было заседание Federal Open Market Committee. Это группа чиновников, которые принимают решение о том, поднимать или опускать или не менять учетную ставку. И учетная ставка является самым важным рычагом для давления, либо стимулирования экономики. И последние полтора года они именно давили на экономику, потому что они все время повышали учетную ставку. И сейчас все, абсолютно все инвесторы, все владельцы недвижимости, любой, резиденциал, коммерциал, какой угодно, они все ожидают, когда же наконец начнут опускать учетную ставку. Потому что снижение учетной ставки приводит к тому, что начинает переть вверх цены на всю недвижимость в стране. И они объявили, что они пока решили не опускать, но в этом году будет еще 2 или 3 заседания, и они эти возможности вполне могут использовать для того, чтобы начать снижать учетную ставку. Везде-везде обсуждают это, потому что это чрезвычайно важно и для экономики, и для недвижимости в частности. Центробанк Канады, они уже начали снижать учетную ставку. Европейский Центробанк, ECB, они тоже пару дней назад уже снизили учетную ставку. То есть все уже потихоньку приходят к заключению, что хватит кошмарить экономику, надо начинать ее стимулировать, потому что реально все выглядит плачевно. И на языке недвижимости это выглядит как рынок покупателей, когда продать желают многие, а вот купить не так уж много желающих. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Я хочу дать ответ на вопрос, точнее целых 8 ответов на вопрос, который звучит очень традиционно, практически в каждом телефонном разговоре, когда я общаюсь со студентами, до того, как они начинают занятия у нас. И они задают вопрос следующим образом, почему владельцы дома, которые находятся в какой-то трудной ситуации, у которых есть equity, у которых то-то, почему они сами не продали дом, зачем им нужны мы? То есть какова вообще роль инвестора, почему мы такие красивые можем с ними проконтактировать и после некоторого разговора владелец дома говорит, окей, я вам согласен продать, причем оставить существующего на доме, что есть subject to mortgage сделка, а также может быть оставить нам какую-то equity и сам получив сравнительно небольшую сумму кэша уйти. Каким образом мы такие убедительные становимся для них? И естественно часть этого это наше ноу-хау, потому что в любом бизнесе есть стратегия, каким образом сделать так, чтобы люди, которые не клиенты, стали клиентами. Это есть ноу-хау любого бизнеса. Но я сейчас дам информацию, которая совершенно не секретная, и я дам вам ответы и признаки тех людей, которые мотивированные владельцы. И если вы умный инвестор, то вы себе запишите эти вещи, потому что оно стоит того, чтобы себе сохранить. Итак, для того, чтобы дом продался, для того, чтобы он продался быстро и хорошо за нормальную цену, дом должен быть пустой, он должен быть хорошо пахнущим, он должен быть приготовлен к продаже. И что это значит, что владелец, та семья, которой они владеют, они должны сами целую вереницу событий организовать. Во-первых, они должны найти какой-то кэш, которым они подготовят это все, да, потому что любая продажа недвижимости связана с тем, что ее нужно подготовить. Но об этом чуть дальше. И они должны найти альтернативную недвижимость, куда они переедут, да, потому что ты не можешь продавать недвижимость, пока ты сам в ней живешь. Это крайне неудобно, потому что приходят люди, которые кандидаты, и они смотрят, тут личные вещи лежат, тут плохо пахнет, там собака погрызла дверь, там какая-то, ну, бабушка, которую невозможно никуда переместить, потому что она не хочет вообще продавать это. И, в общем, это все непросто, да. То есть дом должен быть пустой для того, чтобы его вообще возможно было превратить в кэш, чтобы его захотел кто-то посмотреть перед покупкой. Участок вокруг дома должен хорошо выглядеть, и так далее, и так далее. И, как правило, мы сталкиваемся с недвижимостью, которая в противоположном состоянии. Владелец не имеет ни денег, ни времени перевести свою семью в другую локацию, у них завален бэкерд, у них завален фронтьярд, чем-то, я даже не хочу это обсуждать, у них завален гараж, чем-то, и у них абсолютно нету идей, куда они денут вот этих трех кошек, двух черепашек, аквариум с аквариумными рыбками и бабушка, живущая в коляске. Они просто не знают, как это все организовать. Ответ на вопрос простой. Нужно немножко кэша для того, чтобы спасти ситуацию. Для того, чтобы арендовать альтернативную недвижимость на пару месяцев, достаточно сколько? Ну, 3-4-5 тысяч долларов, да? Для того, чтобы их, может быть, поместить куда-то на неделю, достаточно им просто оплатить какой-то отель, чтобы они, допустим, за эту неделю договорились, они там переезжают к дочери в Колораду или туда, или сюда, или они едут в Assistant Living, или они едут в социальное жилье, которое предоставляет государство и так далее, и так далее. То есть, это кто-то должен помочь им организовать. Мы очень хорошо умеем это помогать организовывать. Пункт номер 2. Подходящий рынок. Сегодня не есть подходящий рынок для легкой, быстрой и беспроблемной продажи недвижимости. Окей? Сейчас рынок для покупки недвижимости. Сейчас, если вы общаетесь с любым владельцем, вы обнаруживаете, что он готов с вами разговаривать. Его агент готов с вами разговаривать. Знаете почему? Потому что многие агенты сидят по полгода, ни одной сделки нет. Серьезно. И представьте себе, этот агент, у него каждый месяц есть расходы, у него есть свои платежи, свои биллы, но он полгода или, может быть, больше не делает никаких денег. И тут звоните вы. И говорите, смотрите, я могу купить эту недвижимость при условиях, если то-то, 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 то-то. Вы объясняете схему креативного финансирования, каким образом мы с существующими лонами возьмем этот дом. И раньше агенты сразу бросали трубку. Они говорили, фе-фе-фе, даже не говорите мне об этом. Ну, как правило, потому что они не разбираются в этом. Но сейчас агенты готовы найти полчаса времени, знаете, присесть, взять кофе и послушать, что вы им рассказываете. Хотя раньше они смотрели на вас, ну, как бы свысока, потому что они лицензированные профессионалы, а вы какой-то риэлэстет инвестор. Сейчас ситуация немножко поменялась, потому что сейчас лицензированные профессионалы, особенно после того, как ассоциация риэлторов получила судебный иск, многие агенты, они стали более сговорчивыми и они готовы меняться. Знаете, они готовы к переговорам. Идем дальше. Третий пункт. Для легкой и быстрой продажи нужно наличие квалифицированного налон-покупателя. Как ни странно. И этот квалифицированный налон-покупатель, он должен быть не обыгде, знаете, там в другом штате, а он должен находиться в этом зип-коде. И он должен искать недвижимость, которая вот именно на этой улице находится, и ему этот дом подходит. Обычно, как это выглядит, квалифицированный налон-покупатель, он имеет некий таймлайн или временное окно, в течение которого он может купить дом. То есть его лендер квалифицировал, и данный аппрувал работает не пожизненно, а работает, например, в течение 60 дней или 30 дней или еще какого-то периода. И в течение этого периода им нужно найти и подписать дом. Покупатель, если это обычный покупатель, не инвестор, он с женой просто катается по району, ищет, где хорошие дома, они находят те локации, которые им, ну, визуально, знаете, нравятся, или, может, у них друзья там живут, или там мама-папа, или еще кто-то. И они звонят агенту и говорят, агент, мы нашли вас на сайте ЗИВА. Агент уже такой, слава богу, хоть кто-то меня нашел, потому что я заколебался платить ЗИВА, деньги за рекламу себя, а сделок нет. Итак, покупатель говорит агенту, мы квалифицированы на лон, мы вам на email послали аппрувал, пожалуйста, найдите нам дом, который имеет такие-то, такие-то условия, там, три спальни, столько-то ванных, столько-то скверфитов, бекер, такой-то, бассейн, не бассейн и так далее, и так далее. Шуб недалеко, там, хорошая школа, потому что у нас трое детей, и агент садится и начинает в МЛС искать для них сделку. Через какое-то время агент перезванивает и говорит, у меня есть 5-6 домов, которые нам нужно съездить, посмотреть. И они соединяются и погнали смотреть дома. И в этот момент они могут посмотреть дома, которые прекрасно выглядят, подготовлены к продаже, стоят на листинге, ну, и так далее, и так далее. То есть, они проезжают мимо обычных домов, в которых, может быть, сидят мотивированные владельцы, может быть, они хотят продать свой дом, но они проезжают мимо. Квалифицированный покупатель ищет в этом зип-коде среди тех домов, которые, ну, агент ему, как бы, поцеловывает. И агент в каком-то плане выполняет роль, такое, знаете, узкое место. То есть, если через него сделка пройдет, а если через его одобрение данная сделка пройдет, то агенту удается соединить все составляющие. Но смотрите, какая штука. Допустим, этот покупатель на следующий день, после того, как они посмотрели 5 домов, получает телефонный звонок. И ему говорят, вы знаете, мы вас через месяц переводим в наш офис в Саус-Дакоту. И в Саус-Дакоте вы будете получать там на 20 тысяч в год больше. И данная семья поднимает трубку, говорит агенту, вы знаете, мы передумали, до свидания. И агент говорит, почему, почему, что случилось, вам что, не понравились то-то-то? Нет, все хорошо, мы просто переезжаем в Саус-Дакоту. И все. И видите, им нужен дом, но уже не в этом зип-коде, не на этой улице. Их больше нет, как покупателей. Следующий пункт. Для легкой, быстрой продажи дома, дом должен быть вообще виден потенциальным покупателям. Что обычно происходит с теми домами, которые мы покупаем? Их нету на МЛС. Очень часто они даже не стоят на продаже. И сам владелец их еще не поставил на какой-либо листинных ни фосейл-байонер, ни фосейлс-агентом. Ни в каком виде они не стоят видимы. То есть, смотрите, покупатели, теоретически они есть. Их сравнительно немного сейчас, но они есть. Но эти покупатели, они же даже не знают о том, что вот этот Джон Смит, вот этот прекрасный дом на углу хочет продать. Почему? Потому что Джон Смит думает, если я сейчас буду звонить агенту, агент придет, скажет, дом не готов, нам нужно сделать фотосессию, нам нужно сделать красивые снимки, у вас беккер завален трэшем, тут сухое дерево, которое упало в прошлом году, вы его до сих пор не вывезли. Короче, когда подготовите дом, позвоните мне и будем продавать. И Джон думает, окей, подготовлю. Мне надо где-то 11 тысяч кэшем, чтобы подготовить этот дом к продаже. То есть, видите, и он не ставит дом на листинг просто по той причине, что понимает, что сам еще не готов для листинга, да. И дом, соответственно, он как бы невидимый. То есть, это офф-маркет. Мы с вами, мы, наша работа находить офф-маркет сделки. Вот в этом есть работа инвесторов. Видеть то, что не видят другие. Пункт следующий. Для того, чтобы дом был продан быстро и легко, дом должен быть в прекрасном состоянии. Что я имею в виду? Чтобы Джон Смит и Мэри Смит, особенно Мэри Смит. Когда Мэри зайдет на кухню, она хотела эту кухню. Окей? Чтобы когда Джон зайдет в гараж, он посмотрел, скажет, окей, для моих трех машин тут есть место и еще там, короче, все помещается. Для того, чтобы дети увидели Беккерт и сказали, нам тут офигеть как нравится, мы хотим, мы будем тут играть, короче. Мы будем тут собак своих тренировать и так далее. И видите, все эти компоненты бывают так, что Джону нравится, Мэри не нравится. Мэри нравится, Джону не нравится. Или всем сразу не нравится. То есть, дом в прекрасном состоянии, это, я вам должен сказать, это большой кусок, это целая наука. Как подготовить дом для того, чтобы он был таким, который, вот люди еще только выходят из машины и они уже его хотят. Еще не зашли, но они уже его хотят. Вот это называется ready to move in или turnkey home или turnkey house. То есть, готовый к тому, чтобы повернул ключ и можно сразу жить. То есть, не надо ничего доделывать, не надо перекрашивать потолки, не нужно переделывать кухню, знаете. И момент в чем, что 99% всех сделок, с которыми мы имеем дело, это дома в состоянии livable, но не очень выглядит хорошо. Не, жить можно, все нормально, ничего критического. Но кухонные кабинеты устаревшие, что их поставили 20 лет назад, с тех пор мода изменилась, понимаете. На потолках вот этот попкорн, который раньше было модно делать, но сейчас его никто не делает, сейчас это просто, ну, уже как бы считается устаревшим, безвкусицей, да. У них окна, которые поставлены еще до того, как сменились стандарты, какого качества должны быть окна в доме, да. Что считается, ну, типа, общеприметным и так далее, и так далее. То есть, по всему дому такие, знаете, маленькие вещи, которые вроде как несложно поменять и недорого. Но, как бы, в целом, мэри говорит, я не хочу заниматься ремонтом, я хочу сразу зайти в дом и сразу жить. И ее можно понять. Идем дальше. Дом должен быть готовым к тому, чтобы легко пройти инспекцию. И не путайте это с предыдущим пунктом. Предыдущий пункт, это дом просто нравится владельцам. Но, если дом нравится владельцам, это еще не значит, что вы пройдете инспекцию с этим домом. Пройти инспекцию, это означает, что должен соответствовать всем билдинг-кодам на тот момент времени, когда проводится инспекция. И в доме, может, все прекрасно работает. Канализация работает, электричество прекрасно работает, кондиционирование работает. Но, после того, как вы заказываете инспекцию, инспектор вам присылает репорт. Точнее, не вам, а покупателю, он присылает репорт, потому что покупатель оплачивает эту инспекцию. И покупатели говорят, на странице 11, 16, 22 и 35 проблемы, major issues, minor issues, и мы бы хотели, чтобы вы это все привели в порядок. Их агент создает приложение к purchase контракту, и в этом приложении говорится, что продавец за свои деньги должен отремонтировать все, что на странице 11, 17 и так далее. И у них такой, знаете, list of demands, да, то есть список требований, что покупатель хочет, чтобы продавец привел в порядок в этом доме. То есть это означает, что покупателям, в принципе, нравится дом, но целый список технических моментов, которые не прошли через инспектора, нужно исправить. И понимаете, в чем момент, что там есть пункты, которые исправить вот так вот за 100 долларов вы можете, да, есть пункты, которые, ну, там, за один день вы можете исправить. А есть пункты, где нужно пригласить лицензированного контрактора, как правило, не одного, и нужно, чтобы он это привел в порядок. И продавец обычно имеет, ну, где-то от одной до двух недель, для того, чтобы привести это все в порядок. Почему? Потому что на весь клозинг всего 30 дней. И продавец начинает суетиться и думать, о май гад, я должен это зафиксить, потому что дом не продастся. И продавец начинает звонить людям, которые, ну, контрактер, лицензированный электрик, допустим, и говорит, дорогой электрик, придите, пожалуйста, мне что-то надо отремонтировать. И смотрите, как это работает. Есть какой-то электришин, да, условно, там, из гугла в этой ареи, но этот электришин, они не занимаются, ну, мелочевкой. Им как бы неинтересно ехать куда-то, тратить там 3 часа времени, ехать, что, за 500 долларов? И у них есть какие-то объекты, где они каждый день заняты, и они там много тысяч долларов делают, да. К вам им ехать просто, ну, вы не являетесь приоритетным клиентом для них. И они смотрят в свой скачу на ближайший месяц и говорят, вы знаете, мы к вам можем прийти через 3 недели в четверг. И вы говорите, ну, мне это не подходит, мне нужно сегодня, а лучше завтра. Они говорят, нет, через 3 недели в четверг, или вообще не можем прийти. Вы кладете трубку, набираете следующую компанию, звоните им. Они тоже говорят, через 2 недели. Вы понимаете, что вы не вписываетесь, потому что у вас есть подписанный порческий контракт с покупателем, который должен кознуться через 3 недели, допустим. И так далее, и так далее. И вы начинаете, как продавец, понимать, что вы не пройдете инспекцию, вы не продадите дом. Потом вы, может быть, звоните покупателю и говорите, а можно мы как-то из моей доли денег вычтем сумму, которая необходима для того, чтобы зафиксить вот это, вот это, вот это, и это там 17 тысяч долларов. Хотя на самом деле это можно сделать за 5 тысяч долларов. Но если нанимать людей на каждый из этих пунктов отдельно, это будет 17. И чаще всего вещи, которые, ну, допустим, могут не пройти инспекцию, да, крыша. Вы скажете, это что, все нормально с этой крышей, она не течет. Нет, то, что она не течет, это не значит, что вам не нужно ее менять. Крыша, которая старше, ну, там, 10 лет, покупатель ее не хочет. Он хочет новую крышу. HVAC, HVAC, это все, что касается кондиционирования, вентиляции и отопления в доме. И это довольно дорогие компоненты, да. Там пламинг, электрика, это тоже такие моменты, которые, если там что-то не так и уже коды, билдинг-коды изменились, а то время, пока люди владели домом, то это трудно продать, да. То есть, смотрите, какая проблема. Дом ливабл, да, с ним нет никаких критических проблем. Но через инспекцию, чтобы протолкнуть, нужно сколько-то много денег, либо много времени. И у продавца обычно нету ни того, ни другого. У него нету времени, потому что клоузинг, вот, на носу, да. А клоузинг отложить на месяц нельзя, потому что покупатель квалифицирован на лон, который можно, ну, это опробовал, использовать до, там, первого числа. То есть, вы не можете клоузинг отодвинуть вперед еще на четыре недели. Сделка развалится. И у меня были два или три дома, которые я купил именно по той причине, что когда я спрашивал владельца, почему вы не продали дом сами. То есть, у вас дом был под контрактом месяц назад, почему вы не продали? С ним какая-то проблема? Он говорит, нет, нет, не проблема. Просто покупатели, там, что-то у них не получилось. Ну, на самом деле, он, может быть, даже говорит неправду, потому что просто сделан был inspection report, и инспекция показала, что продавецу нужно выложить еще кэш в сделку, для того, чтобы дом был продан, а он не хотел его делать, или у него просто нет. И именно по этой причине клоузинг развалился. Поэтому хороший признак, когда вы разговариваете с владельцем, и вы видите по истории, что дом уже был под контрактом, и контракт не привел к клоузингу. Может быть, даже два раза дом был под контрактом, а потом снова был выставлен на листинг. Это хороший признак для нас. Идем дальше. Следующий пункт, который обязательно должен быть выполнен, чтобы дом был легко продан владельцам, дом должен быть правильно оценен. И это тоже очень интересная штука, потому что, как правило, владельцы, если они жили в доме долго, вложили в него, знаете, душу, там, украшали его там со всех сторон, он сильно может быть переоценен. И из-за этого он может быть на листинге уже стоит 9 месяцев, и его никто даже не смотрит. Даже не звонит. Такое бывает. И эта проблема иногда совмещена с тем, что агент дал людям немножко неправильную оценку маркета. Более того, сам владелец, может быть, настоял на том, чтобы дом слишком высоко поставить на маркет. Почему? Потому что у него через дорогу живет его там сосед, у которого похожий по размеру дом, этот же район, похожий по размеру дом, и он его продал там, допустим, за 600 тысяч. И этот владелец думает, а у меня дом на 20 сквейфитов больше, поставлю-ка я дом за 650 тысяч. И никто не звонит. Знаете почему? Потому что за последний год рынок изменился. И человеку, ну покупателю, чтобы квалифицироваться на лон, который позволит купить дом за 650 тысяч, нужно очень хороший кредит и очень хорошо зарабатывать. А таких покупателей просто мало. Их единица сейчас. Идем дальше. И один из самых критических пунктов. Дом не должен находиться посреди какой-то проблемы. При фаркложе ситуация, это довольно типичная проблема. Человек не платит mortgage payment 3 месяца, 5 месяцев, 8 месяцев. И дом находится в дефолте. Да, mortgage в дефолте. И владелец дома решил отбросить глупые идеи, спасать его своими деньгами, либо там где-то одолжить, либо взять second loan, либо файлить bankruptcy. Владелец решил, ладно, буду продавать. Дом неплохо выглядит. Вроде бы ничего особенного не нужно готовить. Владелец звонит агенту и говорит, агент, я хочу, чтобы вы поставили мой дом на маркет. Агент говорит, все окей. И после некоторого обсуждения узнает, что на доме уже 5 месяцев, допустим, не плаченый mortgage payment. И агент говорит, смотрите, я не могу ваш дом взять на маркет, на листинг, по той причине, что если дом, пока он на листинге стоит, пойдет на отчуждение, то я окажусь в глупой ситуации, что я работаю для того, чтобы на ваш дом шли какие-то покупатели. В то же время дом будет продан с аукциона. И агент, правильный агент, должен, ну, как бы что-то посоветовать владельцу. Ну, агента, как правило, понятия не имеют, что советовать. Но если агент, такой, знаете, более сообразительный, да, он может сам дом купить, если он агент-инвестор. Либо еще один вариант, он может позвонить знакомому инвестору, который покупает дома в прифоркожей ситуации. И вот таким вот знакомым инвесторам желательно, чтобы были вы. Потому что это очень неплохо, когда вашу встречу с владельцем дома, который мотивированный, организовывая третье лицо, и это третье лицо говорит Джону, ну, СМИ, владельцу, что у меня есть знакомый инвестор, он уже купил за последний год несколько домов в такой ситуации, как у тебя, и я думаю, что он может тебе помочь. Было бы здорово, чтобы вы завтра с ним встретились. И Джон говорит, ну, хорошо. И агент организовывает, звонит Альберт, говорит, есть такой-то адрес, гривень, интересно ли тебе. Я приезжаю на следующее утро, и агенту, в принципе, даже не нужно присутствовать. Он понимает, что если я куплю дом, то агент получит своих там несколько тысяч, и мне нету смысла что-то выдумывать. И именно такое реферальное сотрудничество, такая кооперация очень полезна и для инвесторов, и для агентов. Потому что агент все равно получит какую-то небольшую сумму денег, несмотря на то, что он даже дом не брал на листинг, а инвестор получит сделку с Subject to Mortgage, с каким-то потенциалом прибыли, а владелец, соответственно, продаст дом гораздо проще, чем он думал. На этом все. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Окей, ребята, если вы заметили, на моем канале вы никогда не увидите рекламу, которая вылезает в самые неподходящие моменты видео. И на моем канале вы никогда не увидите линков, где я клянчу от вас какие-нибудь деньги, какие-нибудь донаты или еще что-нибудь такое. Я просто этим не занимаюсь. Если вы считаете, что информация о бизнесе, о недвижимости, о инвестициях здесь для вас ценно, поставьте, пожалуйста, просто лайк под видео. Это будет ваша оплата мне за какую-то работу, которую я делаю для того, чтобы создавать данное видео. И не забудьте посмотреть еще пару видео на этом канале, потому что следующее видео может оказаться о том, как вы станете миллионером. Почему бы нет? Всем пока. Продолжение следует...